Напротив некрасовской птицефабрики во вторник ранним утром под колеса автомобиля попали два человека. Травмы, несовместимые с жизнью, получила женщина 1957 года рождения. Мужчина, который шел следом за ней, получил увечья, но остался жив. Его на машине неотложки медики доставили во вторую краевую больницу. ДТП случилось прямо на нерегулируемом пешеходном переходе. По зебре люди переходили дорогу от автобусной остановки к месту работы, на местную животноводческую ферму. Хонда Фит, за рулем которой был 31-летний военнослужащий, двигалась из села Ильинка. Автолюбитель с 10-летним водительским стажем также направлялся на работу в гарнизон, расположенный в Князе Волконском. Мужчина объяснил автоинспекторам, что людей на дороге он заметил в последний момент по причине ослепления. Навстречу ехали машины, которые замаскировали идущих поперек проезжей части светом в своих фар. Автомобилист рассказал, что пытался избежать удара, прибег к экстренному торможению, но все-таки ударил пешеходов. Мужчина станет фигурантом уголовного дела, а это поставит крест на его карьере в вооруженных силах. Пройденный им тест на трезвость показал нулевой результат. Женщина, скончавшаяся в результате ДТП, работала на птицеферме в актерам. С места происшествия Валентин Борозняк, Татьяна Шамбурова и Александр Савчук.